И тема, о которой я сегодня хотел бы поговорить, рождённые от духа. Рождённые от духа. Есть какие-то вещи, которые я не могу понять. Я стараюсь. Есть какие-то вещи. Вообще, в Библии много вещей, которые мы до конца не можем понять. Уже в основе мы понимаем, но есть такие вещи, которые мы не можем понять. Как человек рождается свыше? Как это получается, когда Дух Святой возвращает человека в тот момент, когда он принимает Иисуса Христа своим Спасителем? Как это происходит? Это в компетенциях Бога. Как это происходит? Это сверхъестественно. Но Бог действительно входит в нас. Библия говорит, что Он стучит у дверей нашего сердца. Если мы открываем своё сердце, Он входит, и Он там сидит вместе с нами, сидит за одним столом. Божий Дух, Он соединяется с моим Духом, с твоим Духом. И всё, что было, оно проходит. И ты рождаешься свыше. Ты новый человек. Точно так же, как мамочки, которые зачинают ребёнка. Как это получается? Я думаю, что это никто не может объяснить. Да, есть какие-то второстепенные появления, как это происходит, но в основе это невозможно объяснить, как это происходит. Как это происходит, когда в нас вдруг ты был один, и вдруг ты становишься другим человеком. Другой человек, слышишь? Другой человек. Всё, что было, всё прошло, и теперь всё новое. Линда только что говорила. Она атеистом была. Атеист – это не просто неверующие. Она та, которая сражалась против. Она старалась объяснить то, что Бога нет. Хотя сама даже не могла объяснить. Этого невозможно объяснить. И когда я слушала Линду, это очередной атеист, который обиделся на Бога. Она знала, что Бог есть. Бог не сделал. Я знаю таких многих людей. Я встречала их, которые молились Богу, и Бог не помог, и они начинают доказывать Богу. И вся жизнь превращается ему, что они стараются доказать, что Бога нет. Но это невозможно без Бога. Что это за секрет? Как это Бог делает? Ты наверняка знаешь. Вот, пастор наконец-то узнал, как это происходит, и будет семинар целый, теологический, научный, молекулат, и мы всё сложим, как это всё происходит. Он говорит, нет, я до сих пор не знаю, как это происходит, но я знаю те вещи, которые нам открыты, и о них я хочу поговорить. Но рождённые от Духа. Евангелие от Иоанна 2.23 Иисус делал чудеса на Пасху не только там. Везде, где Он шёл, Он делал чудеса, и тут так написано. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не верил в Себя им, потому что знал о всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. Некоторые начинают верить Ему, увидев чудеса, но Иисус, Он не верил им, что они верят Ему. Иисус так не считал, что они верили. Они так думали. Многие начали верить Ему, видя чудеса, которые Он делал, но Иисус им не верил. Он сам знал, как есть на самом деле. Люди, они могут думать, что они верят в Бога, ты можешь думать, что ты веришь в Бога, но на самом деле, возможно, вообще не так. Как это объяснить? Чудо, видящее чудо. Ты можешь верить, что Бог делает чудеса, ты можешь верить, что Бог есть. Ты даже можешь принять для себя, да, Бог есть, окей, и Он делает чудеса. И я в этой церкви, и пастор от Бога, и лидер группы тоже от Бога. И, в общем, да, Бог, Он исцеляет, да, я вижу изменённые жизни, и это сделал Бог. Всё вроде красиво. Человек приходит, он видит, и это хорошо, что он пришёл к этой точке, он признаёт, что да, здесь есть Бог, и здесь происходят чудеса. Да, это хорошо и позитивно, и это нужно для всего общества, здесь есть верующие люди. Видя чудеса, они начали верить. Человек видит Марса, и всё меньше таких людей, которые меня раньше знали. Их всё меньше и меньше. Я буду жить сто лет, и их станет всё меньше. Они знают, какой я был. И есть люди, которые знают, каким я был, и это невероятно, что я могу измениться. Это невозможно. Даже те люди, которые встретились в такой же ситуации, они знают, что от этого невозможно избавиться. И они знают, да, Бог изменил Марса, и Он наверняка есть. Если Он мог изменить его, значит, действительно, Бог есть. Разве этого достаточно? Иисус говорит, что это недостаточно. Видеть чудеса. Это вера в чудеса. Это общая вера, что Бог есть, и Он делает чудеса. Этого недостаточно. Я хожу на домашнюю группу и читаю Библию. Достаточно ли этого? Я регулярно хожу в церковь. Достаточно ли этого? Я стараюсь жить святой жизнью. Достаточно ли этого? Все это правильные и хорошие вещи, которые нужны для христианина и для веры. Но достаточно ли этого? Вот такой вопрос. Многие начали верить, видеть чудеса. Но сам Иисус не верял в себя, потому что знал всех и не имел нужды. Он знал, что эти же люди, они его пригвозят на Христе. Те же самые люди, которые верили, говорили, что они верят, в другой раз они сказали раз пять. Не все, но большинство. Люди, многие-многие люди на экстрасенсов смотрят. Как я понимаю, что они популярны. Те же битвы экстрасенсов я не смотрел никогда. Можно посмотреть, что они там делают. Они популяризируются. Это очень стильно в масс-медиа. кто сильнее. И массы смотрят и приходят к ним за помощью. И экстрасенсы, большинство, они просто самозванцы. Но некоторые, они действительно делают чудеса. Они действительно входят в душу человека и в дух человека. Они действительно делают чудеса. И в других религиях мира. Мы тут тоже поем и говорим, что только Бог делает чудеса. Это неправда. Не только Бог делает чудеса. И люди тоже делают чудеса. И сатана тоже делает чудесами. В Верлии написано, что дьявол, он обманет людей чудесами. То, что я вижу, что происходят чудеса, это еще не доказательство, что это Бог. Живой Бог, который это делает. Потому что чудеса делают тоже люди и дьявола. И своей силой тоже человек может чудеса какие-то исполнять. Я знаю, например, случай. На холодной плите стояла. Женщина, она обгорела холодной водой. Она сама просто была уверена, что эта вода, она варящая. Горячая. Мы не знаем, как делать чудеса Бог. Он может нашей энергией тоже исполнить. Есть вещи, которые Бог лично сделает. Есть такие вещи, которые другой человек нам делает. Но те чудеса, которые Бог делает, одно чудо. Это рождение свыше. Это невозможно никому больше. Ни экстрасенсам, ни человекам своей силой. Никому. Когда человек изменяется изнутри. Когда Дух Святой возвращается в человека. Это одно. И второе. Найсей, он делал тоже чудеса. Он жезл уронил и он стал змеей. И у фараона тоже сделали то же самое чудо. И жезл Моисея, он съел этих змеев. То есть Бог показал, что он сильнее. Есть такие моменты, которые они не могут. Создатель Бог, он выше всего. Бог, он может намного больше, чем человек. Человеческие и чудеса сатаны, они ограничиваются. А Божьи чудеса, они не ограничены. Он до конца любит. Он не ограничен ни во времени, ни в месте. То, что Бог делает чудеса, Бог делает чудеса в этом случае. То, что он освобождает, то, что он благословляет. Это еще не означает, что ты спасен и рожден свыше. То, что у тебя происходят чудеса, то, что ты финансово благословлен, что ты ходишь на домашнюю группу, что ты читаешь Библию, что ты прославляешь. Даже если ты ведешь домашнюю группу, это не гарантирует, что ты после смерти попадешь в жизнь вечную. Это не гарантирует. Ты должен родиться свыше. Скажи, родиться свыше? Спроси у своего соседа, ты родился свыше? Ты родился свыше? Ты родился от Духа, от Святого Духа. Ты новорожден в Своем Духе. Ты новый человек, новые творения в Святом Духе. Иисус ли твой Господин? Иисус мой Господь. Иисус мой Спаситель. Однажды ночью к Иисусу пришел один человек. Кто это был? Никодим. Это не было вчера, это было две тысячи лет назад. Никодим, он был чиновником. Почему он пришел ночью? Он пришел, потому что он стеснялся. Например, Ринкевич. Вот он то же самое, что Ринкевич сейчас. Пришел бы ко мне ночью. Это было бы странно. И поэтому он должен прийти ночью. Я бы не мог сказать никому, что министр был у меня ночью. Пришел иудейский чиновник, и он сказал, мы решили. Он сказал, Рави, пастор, ты от Бога. Мы знаем, значит, есть какая-то группа в иудейской чиновниках, которые верили, что Иисус он от Бога. Потому что ни один не мог такие чудеса делать, как ты делаешь. Я согласен, что те, которые чудеса делает Иисус на земле, никто их не может повторить. Я не слышал нигде, что пять тысяч людей мог... Возможно, у нас в церкви когда-нибудь это произойдет. Первый, Иоанна Трис. И Иоанна Трис. И в Англии от Иоанна Трис. Здесь место Писания, где Никодим пришел к Иисусу. Они решили, что Иисус он от Бога. Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, такие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. А что Иисус ответил? Иисус он совершенно... Ему все равно. Он точно так же, как в предыдущем местописании сказал. Ему не нужно, чтобы кто-то давал свидетельство. Он знает сам, что в человеке. И Он сказал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Церствие Божие. Недостаточно того, что ты веришь, что Бог, Он от Бога, что Он делает чудеса. Этого недостаточно. Друзья, этого недостаточно. Никодим, он думает. Наверняка мы бы тоже так думали. Как это родиться свыше? Неужели человек может вернуться назад в тело матери и заново родиться? Возможно ли это? Иисус говорит. Иисус говорит. Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? То есть Он знал, что Он знает, что Никодим знает. Иисус объяснил. Иисус говорит. Иисус говорит. Иисус говорит. Если человек родился духом, как ветер, он дует, ты чувствуешь его, но ты не знаешь, откуда он, и не видишь его. Мы не можем это объяснить, но когда человек родился от Бога, когда он рождается от Бога, это можно видеть в его действиях и в его делах. Он другой человек. И дальше Иисус объясняет. «Никто не восходит на небо, как только сшедший с неба Сын Человеческий». В 13 стихе. «Никто не восходит на небо, как только сшедший с неба Сын Человеческий». Другими словами, Иисус говорит, что недостаточно, что ты входишь в церковь и видишь чудеса. Возможно, ты даже прославляешь Бога, и, возможно, у тебя домашняя группа. И недостаточно того, чтобы у тебя какие-то благословения в жизни. Оттого недостаточно. Ты веришь, что Иисус – он Бог. Один единственный Бог, и нет других богов. Все другие боги, они… Это идолы. И ты должен принять решение, что только Иисус Господь, а все остальные – они идолы. И ты можешь рассказывать что угодно. Какие у тебя… Какие у тебя благословения, какие у тебя служения. Если ты принимаешь другие пути к Богу, кроме Иисуса Христа, то ты не рожден свыше. Никодим говорит, Рави от Бога пришел. Не Рави от Бога пришел, а Бог. Иисус – он Бог. То есть, первый шаг. Прими Иисуса единственным Богом. Он пришел на землю, чтобы искупить нас от греха. Он три дня был в гробу, и Он родился. И Он один-единственный Бог. Скажи, сколько матерей рождает одного ребенка? Ну ладно, может быть, несколько отцов, но вряд ли. В один раз от нескольких мужчин, у нескольких женщин родился один человек. Только один Бог есть. Точно так же. Мы в пятницу были в Талсах. Один Бог, один Бог, везде один Бог. Ходят везде. Везде у них один Бог. Они правильно говорят, что только один Бог. Но только Он не у них. Невозможно так, что я везде хожу, и везде один Бог. Ты нигде, если ты ходишь и везде ищешь. Живу, как хочу. И везде только один Бог. Аминь. Есть только один Бог. То есть, во-первых, нужно принять, что Иисус — это единственный человек. Единственный путь к Богу. Какой-то человек, он пригласил меня в друзьях, и он написал такой текст. Я живу в Англии. Со мной происходят чудеса каждый день. С тех пор, как я смотрю этот портал, с тех пор, как я начала смотреть этот портал, нашу домашнюю страницу в друзьях или нашу основную. Но с ним происходят чудеса, с тех пор, как он смотрит наш портал. Это хорошо, что происходят чудеса, но ты должен родиться свыше, чтобы быть спасенным. Если происходят чудеса, это еще не означает, что ты спасен. Скажи, нужно родиться свыше от Духа. И первый шаг — это признать, что Иисус — это единственный Бог, единственный Господь. И нет другого пути к Отцу, чем Сын. Иисус сам говорит, что я путь истинной жизни. И человек говорит, есть несколько правд. У меня есть своя правда, и у него своя правда. И вот, я сделаю все то, что я делаю на каждом евангелизационном служении. Нет, это не стакан, это усилитель. Это тумбочка. У меня своя правда, своя истина. Что это такое? Нет, это Сандия. Нет, это Сандия. А кто это? Сандия? Женщина-человек Сандия, да? Нет, это часы. Или усилитель. Кто здесь сидит? Андрис? Тебя зовут Андрис. Нет, это гитара. Сколько истин? Сколько истин? Одна. Только одна истина. Нет у каждого своей истины. Люди думают, как они думают, но истина только одна. Как на самом деле все есть. И Иисус, это путь истинной жизни. Скажи, Иисус, путь истинной жизни. Аминь. Аминь. Никодим подходит к Иисусу, и он говорит об этом вопросе. Как родиться свыше? Иисус говорит, тебе недостаточно просто верить, потому что я пришел от Бога, только потому что я делаю чудеса, что никакой человек не делает, если с Богом. Я Сын Божий, и никто не переходит к Отцу, как только через Меня. Иисус в этом же Местописании продолжает. Кто идет к истине, кто родился свыше, они признают Иисуса своим Спасителем, и они делают истину. Они делают истину. Новорожденный человек, у него есть желание жить по воле Божьей. Он принимает решения. Делать все, чтобы жить в воле Божьей. Вот новорожденный человек, рожденный свыше человек. Как Иисус это делает? Как Святой Дух это делает? Я не могу объяснить. Ветер, он дует, где хочет. Мы его не видим, мы чувствуем, что он делает, но мы не видим его. Если Дух Святой, он в тебе, у тебя происходят изменения, и через тебя они выходят. Это видно. Родиться от Духа, рожденные от Духа. Значит, во-первых, принять Иисуса Христа своим Спасителем, единственным Богом. И второе, делать истину. Все очень просто. И в-третьих, мы не знаем, как, но Святой Дух он делает. Он действует у нас, у людей, которые рождены свыше. Римлянам, 8.5. Ибо живущие по плоти, о плотском помышляют, а живущие по духовном. У тебя есть желание не грешить. Если ты делаешь какие-то неправильные вещи, у тебя здесь очень сильно Святой Дух в твоей совести говорит, что ты не хочешь этого. Вот это отличие. Я не знаю, как Бог это делает, но я знаю, что нужно делать. Нужно принять Иисуса Христа своим Спасителем и принять решение делать Божью волю. И когда ты что-то делаешь не так, то у тебя здесь все говорит. И ты хочешь изменить. Следующая часть проповедь. Допустим, что ты рожден свыше. Ты принял Иисуса Христа своим Спасителем. Ты принял решение жить в Его воле и платить цену. Но, друг, нужно дойти до конца. Нужно дойти до конца. Скажи, нужно дойти до конца. И то, что я сейчас скажу, это относится не только верю в Бога, но в любой сфере жизни нужно дойти до конца. И для того, чтобы дойти до конца, нужно три вещи. Запиши их. Это ничего нового для нас, но в другом контексте есть три вещи. Во-первых, должно быть желание. Внутреннее желание, огонь. Это называется огнем. Внутренний огонь достичь. Во-вторых, тебе нужна цель. Точнее говоря, большая цель, которую ты должен, хочешь достичь в жизни. И это большую цель. Нужно разделить на несколько маленьких. И в-третьих, нужна качественная работа. На четыре вещи. Во-первых, желание, огонь. Во-вторых, цель. Плюс маленькие цели. Большая цель разделена на маленькие. Обязательно. И в-третьих, точная работа. Правильная работа в конкретном направлении. Это учение, знание и правильная работа. Вот три вещи. Вопрос. Что из этого самое важное? Кто-то скажет, это видение цели, это правильная работа. Но я написал себе со знаком вопроса, а не самое ли главное, что это желание? Как тебе кажется? Разве не желание самое главное? Если у меня есть желание, большое желание. Я хочу, например, простое желание сделать мир лучше. Элин тоже говорила, она жила без Бога, и в то же время она хотела помочь людям. и делала. Как она умела, так она и делала. Значит, было желание. Если есть это желание, то я сделаю все. Как? Если у меня есть правильная цель, как это достигнуть? В медицине или в какой-то другой сфере достигнуть? Остается только учиться и работать, и получить навыки. и человек, может ли он долго работать? Ну, ладно, несколько месяцев, лет, но длительное время без внутреннего желания. Тебе нравится, что ты делаешь? Мне нравится, что я делаю. Можно ли без этого? Мне нравится. Я думаю, что нет. Никто не может достигнуть каких-то хороших успехов, если ты не хочешь этого. Я хочу тебя... Если ты работаешь год от года в какую-то работу, которая тебе не нравится, то ты обречен на депрессию, на недостаток денег, бесцельность. Ну, фактически ты в рутину превратишься. Если ты все время делаешь то, что тебе не нравится, только для того, чтобы заработать, мне тебе жалко. Как долго ты это можешь? Ты не работаешь для того, чтобы радость получить. У тебя нет результата в этой работе. Ты никогда не сделаешь лучше, чем нужно. Почему? Потому что ты работаешь только для того, чтобы отработать. Я читал о каком-то человеке, которому не нравилась жена больше 10-20 лет, они уже жили вместе, больше не нравится. Жена, семья, любви нет. Люблю-не люблю, чувствую-не чувствую. И шеф ему, он говорит ему, делай что-то, но ему не нравится. Не нравится эта работа. Он мучается на этой работе. И он настолько вымучился уже. Это известный случай. Это была такая сенсация в Америке. Этот человек просто пропал без... Кто не знал, где он пропал. Потом он появился через несколько лет, он просто убежал от себя, как оказалось. Он не мог это выдержать больше. делать то, что ему не нравится. Он хотел вырваться. Он убежал, другой штат, поменял свои документы, купил новые документы и жил другой жизнью. в какой-то фирме. Он работал. Я не смотрел. Он не стал счастливее. Да, он получил новую жену. Она была, естественно, такой же, как и в прошлом. Потому что проблема-то в нем, не в жене, и не в работодателе. Он не в своем месте. Не на своем месте. Он делает то, что ему не нравится и живет с тем, кто ему не нравится. И в конце концов, что я решаю, что мне нравится? Я решил, что мне это будет нравиться и значит, мне это будет нравиться. И человек убежал. Ты не хочешь никогда убежать от себя? Ну, что делает латыш обычно? Он уезжает в Ирландию. Повторить это? Как там в Африке? С животными. Какие африканские свиньи? Какие латвийские свиньи? Ну, ладно. Свинья и в Африке свинья. Еще раз. Не будет слишком много сказано. От себя не убежишь. И ничего хорошего в своей жизни ты не достигнешь. Останешься средненьким человеком. Или ты будешь делать то, что тебе не нравится. И просто будешь существовать без желания. Теперь ты пасторам уже что-то рассказываешь. В какой-то... что мне делать, если я не люблю делать? Я решаю, и мне нравится. Аминь. Ты решил и делаешь. Но если ты действительно знаешь, что это не для тебя, то уходи и начинай делать то, что это для тебя. И не думай, что тебе всегда будет нравиться. Будет тысяча вещей, которые тебе не будут нравиться. Но это цель. И это дело это для тебя. Это желание нужно самому разжигать. Желание нужно оставлять. Если ты хочешь желать и радоваться тому, что ты делаешь, это нужно постоянно разжигать. Как в Откровении написано, зажгись и вернись. Как это сделать? Например, Индра, она маникюр делает. У нее салон. Если ты хочешь продолжать свое дело, тебе вообще нравится это дело, да? Тебе нравится, когда девушки красиво видят, выглядят. С церковью тоже, да? Несколько. Тебе нравится, что у тебя есть свой офис, свое... свой салон. Ну, как долго тебе это будет нравиться? Интересно. Как долго? Моя жена ходила к маникюрше в Сиглоре, к какой-то женщине. Она посоветовала какие-то трюки. Она говорит, знаете, есть новые техники, всем нравятся. Она дала даже твой номер телефона, дала, что на тебя можно получить. Она так тебе и не позвонила. А ей достаточно того, что ей достаточно. Она... ей ничего больше не нужно. она уже своей ручине. Единственная такая... французский маникюр. Это уже давно такие... такой маникюр делали. Это уже история. Жена смотрит так странно на меня. Я думаю, что во время уман... уманеса еще лучше делали. Ну да, классика. Классика – это хорошо. Знаешь, если ты хочешь, если Индра хочет, чтобы было желание, чтобы развивать бизнес, больше денег, больше красоты для женщин, ногти, что нужно делать, Индре? Вот именно в своей профессии. есть Ютуб, например. Нужно запланировать время и нужно смотреть материалы о красоте. Те материалы, которые вдохновляют новые технологии. Нужно искать, смотреть, слушать. Книги. Аннуктя. Книги. Нужно читать. Нужно запланировать время. И из-за этого времени Библии написано вначале было слово. И потом оно стало телом. Тебе нужно достигнуть это, в себя вложить. Ты рождаешься свыше, и у тебя большое желание жить святой жизнью, привести людей к Христу. Большое желание служить Богу. Но приходит момент, когда ты больше этого не хочешь. Знаешь, как это поддерживать? Вот. Почему так важен личное отношение с Богом? Личное время, которое ты запланировал для Бога. Полчаса, два, три, четыре. Кто как? Которое ты проводишь с Библией. Ты читаешь Библию, ты молишься, ты прославляешь Бога, размышляешь. Ты видишь свои достижения, ты не только молишься словами, но ты в духе уже видишь, это то, что ты хочешь достигнуть. Ты молишься за это, ты благодаришь Бога за все это. Это называют четвертой деменцией. Я вижу этот зал уже полный. И так оно и будет. Мне нравится то, что я делаю. Но раз мне это бы нравилось, я уже 15 лет с Богом. 13 лет я уже пастор. Мне не надоедает, мне все больше нравится. А почему? Почему? Потому что приоритет для меня это у меня время запланированное каждый день. Я стою в 7, у меня дисциплина точно такая же, как у Линды, как она рассказывала, у нее была большая дисциплина. я читаю Библию. Полтора часа, час, два часа. Прославляю Бога и час или два часа я каждый день читаю книги о лидерстве, о христианских темах и мотивирующие книги. мотивирующие, которые мотивируют меня. Я читаю я только таких пасторов читаю, у которых мега церкви уже. Джон Максвелл, Зин Зиглер, допустим, они тоже христиане, которые в другой сфере мотивируют. Я их читаю, меня не мотивирует, я читаю, мне хочется служить Богу, мне хочется поднимать церковь, мне хочется делать то, что я делаю. Откуда? Мне нужно это внутреннее огонь. В храме были люди, которые приносили дрова, чтобы все время в храме горел огонь. Если ты хочешь, чтобы машина у тебя ездила, то нужен дизель или какой-то бензин. Без бензина машина не будет ехать, ты можешь ее толкать только. И это горючее, это мотивация, ты зажигаешь этот огонь внутри. Когда ты молишься, когда ты смотришь, когда ты читаешь Библию, это относится как к Божьим делам, так и на твое дело, на твой бизнес, на твою семью, абсолютно на все. Если тебе надоела жена, муж тебе надоел, я тебе хочу открыть глаза, у тебя с головой все не в порядке, у тебя в голове что-то не то, не в том направлении у тебя мозги работают, не жена виновата, но ты виноват, не муж виноват, но ты сама виновата, и ты сам отвечаешь за свою жизнь. Если ты мужчина, то ты за свою семью тоже отвечаешь. Да, с женой нелегко иногда, но настоящий муж, он должен любить жену. Я каждое 8 марта тебя 8 марта спрашиваю, ты поздравил свою женщину с 8 марта. Ну и все. Если ты не поздравил, то если для тебя это не важно, я не знаю, почему для женщины это так важно, и мужчина должен знать об этом. Если она может быть тебе не скажет, она просто будет ходить как тигр, а ты скажешь, что плохая у тебя жена. А ты когда последний раз ее баловал? Я слышал иногда, что нет денег, я не могу никуда сводить свою жену. Когда у нас не было денег, мы просто ходили гуляли на пикники. Какие проблемы? Мы радостные были? У нас нет проблем, разве в семье есть проблемы? А что делать? А что делать? Это жизнь. Мы не собираемся разводиться. У меня даже мысли такой никогда не было. У тебя отличная жена. Для меня самая лучшая, но она такая же, как и другие женщины, если ты хочешь знать, они все одинаковые. Это так иногда кажется, что вот у него лучшая жена. Если ты вместе живешь, то на самом деле она ничем не отличаешься только внешне. То же самое. Интересно, те, кто меняют партнеров, они следующих находят тех же самых. Почему? Потому что они находят таких же. Жены, которые женятся на пьяницах, они разводятся, а потом женятся на таких же, выходят замуж. Это не судьба. Ты сам создаешь свою судьбу. Думай о своей жене такой, какой ты хочешь ее. И делай ее такой. Мужья, любите своих. Жен, я забыл сказать, чтобы никому не было обидно, мужчины тоже одни и те же. Одинаковые. Кому-то в группе показалось, что мужчины они такие большие и лучшие, а женщины они это было давно уже. были в такой компании. Уже такие с такими лицами были. Ну, что за проблема? такое? Ты мужчин же ценишь выше, чем нас. Нет, не так. Мне даже кажется, что даже наоборот иногда бывает. Сегодня, кстати, праздник женщин. Всех поздравляю. Ты понял сейчас, что нужно делать? Какие книги нужно читать, чтобы если у тебя плохая супружеская жизнь? С какими людьми нужно время проводить? Какие книги смотреть? О нормальном браке и фильмы смотреть о таких нормальных браках? Нужно зажигать эту мотивацию жить нормальной жизнью, работать нормальную работу, бизнес свой поднимать нормальный. Невозможно долго прославляем Бога. И мы будем сейчас о прославлении рассказывать. Все большие прославляющие. Но мы сейчас дадим прогноз, кем они будут через какое-то время. Давайте я вам прогноз выдам. Конечно, вы что-то можете изменить сегодня, с этого дня. но если все так и происходит, если все будете так продолжать, то вы так и пропадете отсюда. Если ты регулярно не слушаешь прославления, если тебе не кажется, что самое лучшее, если ты не ищешь и не смотришь каких-то лучших исполнителей, если ты не смотришь на них и не учишься от них, если ты не слушаешь прославление, прославляющее, без музыки, если ты даже не думаешь о том, что у тебя нормальный звук нужен в доме, то ты не прославляющий, то ты должен идти к Валде к другое служение, пол мыть, пол мыть тоже можно, ты только с полом все начинают с пола, не все должны пол быть, лидер в группе, я хочу быть лидером, ты читаешь книги о лидере, слушаешь учения о лидерстве, есть лидерские служения, ты слушаешь эти служения еще раз, будешь ли ты лидером или не будешь, если ты последние два лидерские собрания не прослушал еще заново, то ты не лидер, то нет в тебе огня, и нет потому, что ты не зажигаешь его обратно, это желание внутренне, оно исходит от слышания и от смотрения, что происходит с мужчиной, когда он долго смотрит на женщину, и у женщин, конечно, то же самое, что они делают, они смотрят на свои порно-журнальчики, и что происходит, ну, что происходит, когда мужик смотрит на голых тетек, что происходит, ну, что никто не может сказать, большое желание появляется, возможно, у некоторых больше не появляется, ты, пастор, смотришь, нет, нет, достаточно, я смотрю только на свою жену, у меня рождается желание, жену, 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 когда ты в последний раз так оделась, чтобы муж тебя хотел, всех не нужно, только для мужа своего, дома делает, не во всей семье, но только между мужем и женой, рождаются дети в семье, но потом эти дети, они выгни, скоро будет это все, как они рыгающие, какающие, женщины такие уставшие, смотрят так, и муж от тебя в экстазе, как я хочу тебя, бог меня больше не любит, психолог, помоги мне, психолог, такой же, большинство психологов, они такие же ненормальные, какие пациенты, откуда эти желания появляются, мужчина, от того, что он видит, что он видит, то, что ты ему приносишь, тогда не удивляйся, они смотрят порнографию, где-то в другом месте, жрешь только много, булочки, неконтролируемо, покушал хорошенечко, и потом растекся, миленькая, миленькая, моя толстенькая, как я люблю тебя, но есть люди, которых нравится, посмотри, маленькие, маленькие мужья, и огромные женщины, лежит такая, лежит такая, и только кушает, и мужья им только, мужья только кормят их, своего толстячка, у этого толстячка, у этого толстячка тоже есть мозги и душа, я понимаю, есть какие-то болезни, но, чтобы специально так делать, не следить за собой, мужчины тоже такие, они накурившиеся, напившиеся, и выходят к жене, в кровать лезут, и потом жалуются, что не нравится, и, жена не выполняет свой супружеский долг, а как ты выглядишь, как ты, как ты пахнешь, пьяницы могут выдержать себя, только когда они оба напились, курящие тоже, могут целоваться, только тогда, когда они оба покурили, и пьяные, наверное, тоже, тебе нравится, когда твой рот, он воняет, милые, целуй меня, разве это приятно, ты, может, даже не знаешь, как это, если не знаешь, что это очень хорошо, а вообще, сегодняшняя тема, рождённая от духа, рождённая от духа, желание, нужно большое желание, для того, чтобы достигнуть своей цели, цели, которые Бог тебе показал, тот, который ты внутри, каким Бог тебя видит, каким Он тебя видит, богатым и успешным, каким Он тебя видит, и для того, чтобы быть таким и до конца дойти, то должно быть желание, и желание нужно разрабатывать, то есть возвращаемся к самому началу этой проповеди, это место, это правильное, что ты слышишь, мотивация, правильно, тебя мотивирует, правильно, ты слышишь мотивацию, вот Линда рассказывала, врачи, нелогично, они не пускали её на служение, у неё системы, везде были реанимации, она сказала, нет, я пойду, я буду на служение, и она здесь, благодаря тому, благодаря этому, она возвращает своё здоровье, очень, очень просто, человек, который регулярно не ходит в церковь, он не может быть рождённым свыше, рождённый свыше, он желает, он желает быть здесь, и они сохраняют это желание, у них есть решение, это решение, быть там, где он должен быть, тогда, когда у него, если это Божья воля, если ты звонишь и спрашиваешь, будешь сегодня на служении, и он говорит, нет, останусь дома, то, естественно, он не рождённый свыше, ты понимаешь, если можно так просто пропустить группу, служение пропустить, у меня там, свадьба, у родственника, у родственника, но я понимаю, если папа, папа, мама, это, конечно, но если там и здесь, и каждый раз какие-то похороны, то это ненормально, рождённый свыше, он хочет быть в церкви, Господь благ, смотри, это текст для научных, второй, второй закон термодинамики, позавчера выучила его, второй закон термодинамики, он такой, простыми словами, если система останавливается, любую систему, если её останавливает, здесь идёт речь не о таких системах, но это, в принципе, на всё относится, если система останавливается, то начинается какой-то переполох в этой системе, она не перестаёт нормально функционировать, Там хаос происходит. Что происходит с автомашиной, если на ней не ездят? Знаешь, если ее оставляют на улице и несколько лет на ней не ездят, не знаешь, что с ней происходит? Она больше не может ехать. У нее все деформируется, все гниет. Машина для того, чтобы ездить, человек для того, чтобы жить, для того, чтобы думать, учиться, работать, служить, молиться. Для этого нужен человек. Если система останавливается, то он деградирует. Ты все время должен мотивироваться, все время должен делать. Тот благословенный человек, у меня цитат такой был, святой тот человек, благословенный, тот, который занят весь день, и по ночам он спит. Благословенный такой человек. И сейчас уже об огне. В третьей части мы будем говорить об огне. Без огня мы не можем дойти до конца. Что такое, что уничтожает желание? Вне того, что... Ну хорошо, мы смотрим, делаем... Есть еще одна вещь, которая уничтожает желание. Это стресс. Даже в семейной жизни, если есть стресс, то сексуальная жизнь, она страдает от этого. Даже это. 90% людей, которые ходят к врачу, это результат стресса. Все эти болезни, это результат стресса? 90%? Если кто хочет поспокойнее, то 50%. Но мне кажется, что это 90% все. Что такое стресс? Стресс – это дискомфорт, волнение. Ты не можешь правильно делать свои вещи, свои дела из-за эмоциональных проблем своих. Стресс уничтожает это желание. И как с этим бороться? Сейчас слово служителям. Все, кто служит, мы ездим на те евангелизации. У нас 40 лидеров. 44. Мы служим. Есть несколько служителей. Это занимает время, правильно? И у тебя есть своя ответственность. И ты начинаешь... Ты не справляешься с этим, и у тебя стресс. Ты не сделал, и у тебя... Ты получил наказание какое-то. Ты получаешь стресс. Это относится и на твое место работы, на бизнес, на семью. Ты знаешь свои правила, которые ты должен сделать, но ты обрываешь из-за нехватки времени. Это рождает какое-то волнение, и ты начинаешь волноваться, и ещё меньше можешь сделать. Какое решение? Ты уже знаешь, что нужно отдыхать. Ты знаешь, о чём я регулярно говорю. Нужно планировать свою жизнь. Конечно. Но одна вещь для вас, служителей. Если ты не научишься делегировать, у тебя всё время будет стресс. Если у тебя есть цель, большая цель, нежели ты сам можешь это сделать, если ты не научишься делегировать, то так у тебя и будет. Например, те, у которого у нас в команде, если он говорит, что у него нет времени, то он до сих пор не лидер. Он может у меня в команде быть пять лет, лидеры, они ничего не делают. Слышишь? Лидеры ничего не делают. Лидер, он мотивирует других делать. И вот, если кто-то в моей команде, у него большие служения, он один не может это сделать. Поэтому он в команде, он лидер. Если он не может справиться, то это означает, что он не умеет делегировать. Он до сих пор не вырос. Но учись делегировать. Арвис здесь рассказывал о своём бизнесе. Он так и не рассказал, что он сделал. Он только четыре дня работает. Он сказал, что он принимает меры. Он принял решение сам ничего не делать в этом бизнесе своём. Всё делают только его работники. Это же не лидер, который сам делает. Вначале да, но потом ты развиваешься, у тебя есть цель, и ты делегируешь. Вообще всё очень просто. Это легко? Нет, это нелегко. Легче самому сделать вначале. Но когда ты пускаешь этот поезд, тогда ты свободен и можешь делать другие вещи, и делать то, что тебе нравится. И хорошо себя чувствовать. Невозможно никаких успех, если человек не может стать лидером. Скажи, делегирование. - Гарфилит. 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 Если есть желание и стресс, то ты останавливаешься. Ты видел когда-нибудь такие вещи? Муж и жена работают. Сегодня 8 марта. О семье будем говорить. Оба работают. Но муж возвращается с работы. Это он в диване, у него пиво и хоккей. Или еще какой-то спорт или фильм. Жена приходит с покупками. Она готовит. Оба работают. Она готовит. Еще проверяет в школе, что детям там задали. И муж удивляется. Почему нет нормальных отношений в семье? Потому что у него недосначно принципов. Как нужно в семье? Стресс появляется там. Там появляется стресс. Вообще желание пропадает жить вместе. Элементарные вещи, но люди не понимают. В моей семье, например, я в своей семье. Но ты же диктатор. Ну нет. Можешь пожить у нас? Посмотреть, как у нас все происходит. Все делегировано. У всех есть время отдохнуть. Например, у нас в семье самый лучший повар – это наша дочка. Она до 10. Она приходит ко мне и спрашивает, что я буду пить. Кофе, чай, не зеленый, не черный. Ну такой. Или какао. Или какао в молоке или без молока. Иногда не хочется молока. Она приходит и спрашивает. Она постучится. Папочка, что ты будешь пить, что ты будешь кушать? Я говорю. Я все время говорю. Ну что я буду кушать? Ну что я буду пить? Придумай что-нибудь. И тогда мы придумали. Придумываем. Когда она идет и делает. В 10 мы кушаем. И обычно мы говорим о том, что мы читали в Библии. Обычно. Иногда есть тема поважнее. Потом тренировка. Мы все вместе это делаем. Потом обед. В 3 или в 2. В зависимости от тренировки. Ужин всем. Ужин всем. С деньги у нас я сам за все отвечаю, но за все платит моя жена, и в группе у нас дочка моя жертвует. Все не идеально, но все составлено. Кто несчастлив в моей семье? У нас все по полочкам. С 2002 года, 24 апреля, и это моя жена мне научила. Я выучил, я знаю, я сказал, чтобы мне гравировали у меня на кольце дату нашей свадьбы. Делегируй, и не будет стресса, будь лидером. И не забывай спать. Я не знаю, что означает не спать. Да, иногда можно не спать какую ночь, но потом-то я высплюсь. У меня нет времени выспаться. Как нет времени выспаться? Стресс у тебя будет, и все время все равно будет, все плохо потом. Ты знаешь, что происходит, когда ты не спишь? Короткое замыкание потом будет. Нужно спать. Ты не знал об этом? Как вообще можно быть слишком уставшим? Мотивируй, мотивируй, и защищай себя от стресса. Делегируй и дисциплинируй свою жизнь. Вот, дисциплина. Все равно нужно платить цену. Если ты не дисциплинируешь себя, потом все равно придется все делать. Только одни идут наверх, а другие никуда. Первый энкаунтер, я помню, когда мы три дня вместе с женой, мы работали с женой. А потом я две недели ничего не делал. Я духовную и физическую энергию выдал. Через две недели только мы хорошо себя чувствовали. Для того, чтобы начать, нужно большую цену заплатить. Потом они все сами это делали. Следующий энкаунтер они сами это делали. Так было, да? Я на энкаунтере сижу и отдыхаю. Просто пастор должен быть рядом. Я могу даже не сидеть там. Просто мне нравится там быть. И когда я сам что-то хочу, тогда я поговорю. Все организировано. Но мы могли сами продолжать это делать. Тогда бы этой церкви не было. Тогда бы я был с Линдой в той палате. Ты абсолютно здорова. Почки работают. И в конце все выходят сюда. Иисус пришел к ученикам после того, когда Он воскрес. Он вошел через дверь закрытую. Он потом в своем новом теле, он мог пройти через дверь. У него не было никаких препятствий. Я читала какую-то... Женщина, которая писателем работала. И заболел ее брат. Если не ошибаюсь, то раком. Потом в конце концов он умер. И она сделала такое заключение, что жизнь одна, и она не может ее бесцельно провести. И один текст врача ее мотивировал. Она пришла, и она не знала, в какой палате он есть. Она спрашивала, где мой брат. Он сказал, иди прямо, потом налево, потом направо. И там будет надпись. Путь... Путь... Нельзя? И это осталось в ее голове. Она поняла, что нужно идти везде, где закрыто. За закрытые двери, которые кажется, что невозможно из них войти, то нужно в них и входить, как невозможно. С Богом все возможно. Я все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. Нет ничего невозможного. Закрытые глаза... Для Иисуса нет закрытых дверей. Он... Это дверь, которая ведет на пастбище. Если тебе что-то кажется невозможным, то делегируй. Если тебе кажется свой характер организовать, запомни. Иисус, Он сам дверь. Входи, делай. Это самое сложное. Кристина хочет сейчас начать свой... Свой бизнес-гидом. Она работала. У нее все время была... Своя работа. Ни о чем не заботилась. Ничего не могла успеть. Но ночами не спала. Она должна была быть там и все. На компьютере сидела все. На французском языке я писала, что ей нужно было делать, писать. И вопрос к Кристине. Она поняла, что она больше не может быть таким работой. Она хочет сама быть свободной, сама на себя работать. Ей должна была уйти с работы. Не было так, как будто бы закрытые двери. Ну вот. Закрытые двери. Невозможно. Она ушла с работы. И она начала заниматься. И все у нее будет хорошо. Нужно только начинать делать и идти в том направлении. И все происходит. Не бойся. Лузер, он тот лузер, потому что он лузер. Понимаешь? Лузер, он просто принял решение, что я лузер. Я хочу быть лузером. Ну, возможно, ты хочешь быть успешным. Начинай делать шаги в том направлении. Бог с тобой. И не бойся ничего. Аллилуйя. Можно подняться на ноги. Если ты не знаешь Иисуса Христа своим Спасителем, если ты не рожден свыше, если ты не рожден свыше и не принял Его как единственного Бога своим Господином, если у тебя нет решения жить Его воли, но если ты желаешь Его принять сегодня своим Спасителем, то это твое время. Выходи сюда вперед, как мы это делаем каждое воскресенье, и мы все вместе будем молиться, молитву покаяния, и пусть все будет новым. Все, что древнее прошло, теперь все новое. Бог любит тебя, и это твое время. Иди к Христу. Иди к Иисусу. Если ты не рожден от Духа, если ты не знаешь Иисуса Христа лично, то иди к Нему сейчас. Ты можешь принять решение и сейчас выйти к Нему. Если ты со своим другом, то помоги Ему выйти. Иисусе Христа. Иисусе Христа. Иисусе Христа. Поехали. Каждый балач. Или еще кто? Нас есть милте. Сейчас мы будем молиться Богу. Я буду молиться, а вы повторяйте за мной, хорошо? Расслабьтесь. Если проще, то закройте глаза и громким голосом повторяйте. Дорогой Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе в молитве сегодня. Я принимаю решение верить, что Иисус Христос Бог, что Ты Бог, перешел на землю в теле человека, Иисуса Христа. Ты умер на кресте. Три дня был в гробу. Ты воскрес. И Ты сейчас на небе у Бога. И через Духа Святого Ты здесь. Я признаю, что я родился в грехе, и я грешил. Я не могу себя спасти. Иисус, я молюсь, прости все мои грехи. Войди в мое сердце. Будь Господом моей жизни. Я благодарю Тебя, что в этот момент Ты стал моим Господином. У меня есть жизнь вечная. Отношения с Тобой. Все, что было прошло, теперь все новое. Я рожден свыше. Аминь. Аминь. Ты смогу шесть вечера.